здравствуйте уважаемые зрители канала день тв у нас студия андрей петрович паршев известный писатель публицист мы сегодня поговорим о такой концепции как глобальное потепление в контексте влияния или не влиянию это мы будем обсуждать промышленной и иной деятельности на климат в глобальном масштабе андрей петрович мы так обсуждали до предварительно вы подтверждаете что именно в таком контексте мы будем обсуждать да конечно но дело просто в том что мы как-то сами разговаривали про глобальное потепление много лет назад ну я говорю про глобальное потепление вы говорите нет вот надо сказать какое глобальное потепление я имею ввиду да это запомнил на всю жизнь и сейчас уже конкретизировал ну известно ваша вторая книга также как и первое но почему говорю про вторую потому что как раз в ней особенно много был глобальном потепление да это не и дело было связано особенно вот тогда с нефтяной проблемой которая особенно была острова на рубеже веков даже можно сказать на рубеже тысячелетий вот сейчас она по каким-то причинам отступила но тем не менее все-таки про глобальное потепление начну вот мы с вами не климатологи и не геофизики слава богу но значит мои взгляды сформировались благодаря счастливому стечению обстоятельств я был знаком с кириллом яковлевичем кондратьевым это наш академик еще академик советской академии наук был самый молодой кстати сказать академик там в конце 50-х годов который был в частности делегатом от россии на киотской конференции и единственным делегатом который не подписал киотский протокол не подписал из-за по его мнению ненаучности тех выводов которые собственно говоря и были положены в основу киотского протокола и всей прочей деятельности что имеется в виду вот как я понял из разговоров с ним у него есть монография двухтомная она тоже у меня есть там вот как раз о об изменениях климата и о влиянии человеческой деятельности на эти самые изменения дело в том что во первых о научности чего-то можно говорить если нас некие явления описываются теории и затем эту теорию можно проверить путем постановки эксперимента причем эксперимента который можно ставить там несколько раз в разных как бы условиях естественно к климату это не применимо мы не можем ставить эксперименты таких масштабов поэтому у нас вот наука она такая наблюдательная и значит те теории глобального потепления из-за промышленной деятельности они все достаточно умозрительны теперь значит немножко фактуры дело-то в том что глобальное потепление и глобальное похолодание это достаточно старые явления происходят они периодически и сейчас уже вот та самая наука набрала достаточно свидетельств о том как собственно это все происходит вот оказывается по крайней мере в последние полмиллиона лет а может быть даже и больше происходили такие циклы ледниковый период продолжительностью около 100 тысяч лет и затем теплый период так называемое межледниковья продолжительностью от 15 до 30 тысяч лет вот мы с с вами живем как раз в такой теплый период причем естественно вот эти потепления которые были раньше значит 100 тысяч лет назад 200 300 400 естественно они чем-то были вызваны и насколько мы знаем ничего связанного с промышленной деятельностью но в то время не было что говорит наука о том насколько было тепло вот в эти теплые периоды были периоды когда даже немножко теплее чем сейчас то есть когда немножко немножко нет не сильно примерно вот есть графики это кстати сказать считается самая цитируемая российская научная публикация это как раз результаты исследования погребенного льда на нашей антарктической станции где как раз вот именно эта картина и показывается там есть два графика они в общем-то совпадающие один это график температур за последние 400 тысяч лет и график содержания этого самого углекислого газа то есть и в прошлые времена с ростом температуры росло и содержание углекислого газа в атмосфере естественно это не были выбросы заводов но это связано с тем что на самом деле углекислый газ в большом количестве содержится в морской воде растворенный в горных породах еще там есть некоторые источники которые в общем то есть о чем это говорит говорит это о том что даже если сейчас какое-то глобальное потепление существует какие-то колебания температуры постоянно идут это мы знаем по записям в уже так сказать и благодаря и метеорологии и кое-что за последние сотни лет так сказать есть вот колебания температуры есть но до самого последнего времени они совершенно точно не были вызваны человеческой деятельностью вот поэтому если даже сейчас потепление есть а это кстати сказать еще вопрос довольно дискуссионный с учетом того насколько прохладная была зима это да а ведь как бы сказать содержание углекислого газа то в земной атмосфере при этом не изменилось на протяжении то есть понимаете говорят вот из-за там выбросов углекислого газа не замерз ледовитый океан там был такой несколько лет назад на следующий год он взял и замерз зимой а углекислого газа столько же в общем то был такая чего же это зависит это значит вот некая такая некий такой фон вот такие вот научные вещи естественно есть люди с критическим мышлением которые вспоминают ну да это вот там была мулька там про озоновые дыры а потом было про ядерную зиму а там не но с ядерной зимой это мы проверить слава богу не можем вы знаете оказывается можем вот это как раз она в монографии нет я имею ввиду практика кондратьева как раз об этом и говорится дело в том что концепция ядерной зимы говорит о чем что в случае значит вот массированного ядерного удара во северном полушарии воздух поднимутся тучи пепла они посчитаны примерно сколько вот они значит закрывают у нас территорию от солнечного освещения на несколько месяцев иначе соответственно из-за этого происходит там вот некая так реакция остывание так далее так вот оказалось что вполне известные естественные явления которым которым относится вулканы и лесные пожары в сибири и канаде оказывается они приводят к выбросу аэрозолей и значит более крупного там каких-то . частиц в масштабах вполне сравнимых с вот гипотетической вот этой вот ядерной зимой и это не приводит к тем последствиям даже в общем то в малых масштабах причем вы знаете есть даже довольно неприятная вещь когда из расчета на широкую публику происходит иногда даже просто фальсификация данных самый такой наверное типичный пример это очень так форсят такую тему называется год без лета вот можно даже посмотреть в википедии 1816 год что якобы там вот извергся где-то вулкан в южной америке на самом деле то что происходит южном полушарии на север не как не влияет и и наоборот это есть такая вот особенность климата вот и вот якобы в европе из-за этого год был без лета но на самом деле сохранилось достаточно много статистической информации но например вот там сбор зерновых в россии это европейская часть россии там вообще нет никаких обычный урожай как вот там за год до того и год после этого то есть такого погода может быть и была плохая там некоторое время но реально никакого влияния не было такого серьезного но вот это некий такой фон а вот теперь собственно говоря вопрос если это немножко как бы сказать надуманная тема она совершенно точно как эти слишком уж разгоняется вот зачем это делается и сам это главное а что собственно говоря в плане вот борьбы с этим самым потеплением что собственно предлагается человечеству и значит как это может повлиять на наш с вами жизнь уже такую практическую но я не скрою что есть в общем то основная может быть такая критическая что ли теория почему собственно говоря вот это вот все делается связано это с известной темой конца природных ресурсов дефицита природных ресурсов это то о чем стали говорить достаточно давно но наиболее серьезно это вот известные там выводы римского клуба 70-е годы что вот у нас природных ресурсов мало население растет не хватает может это привести к катастрофическому обрушению земной цивилизации надо как-то сокращаться а в идеале лучше вообще перейти к устойчивому развитию под которым тогда понималось существование человеческой цивилизации вообще без вот невозобновимых источников сырья особенно энергии но как эту идею продать что вот надо сократить потребление да как это продать обществом которые вообще-то хотели бы наоборот наращивать потребление и вот это вот была придумана такая тема что напугать всех вот этим самым глобальным потеплением которое сделает жизнь на земле невозможной и с этой целью перейти к рационированию значит этих вот потребления природных ресурсов ну и нас соответственно постепенно когда-то там перейти к чему-то там вот к некой идеальной хозяйственной модели контуры который вообще никому не понятно есть немнили антиутопии посмотреть и станет понятно знаете тут даже ведь и с антиутопии это тоже как-то вот нехорошо то есть когда мы сталкиваемся в малых масштабах с дефицитом с реальным дефицитом природных ресурсов вот 90-е годы ну например там где-то вот в армении например там остановили ядерную станцию с поставками газа возникли какие-то проблемы и в городах вообще исчезли деревья потому что топлива нужно а что делать зима тоже достаточно холодно и такие вещи в общем-то происходили много где это вот я так знаю немножко тому родственников на юге россии там лесополосы сильно пострадали представить себе что вот крупнейший город европы москва может отапливаться зимой без газопроводов в общем это трудно себе представить а ведь мы же привязаны к этому это не только отопление это все в общем то все что у нас есть вот такое как бы сказать очень сложный момент при этом те кто направляет деятельность климатическую они как бы не не очень склонны вот рассматривать там особо учитывать вот наши интересы интересы нашей страны на что интерес у нас такие есть такой важный показатель это потребление энергии на душу диапазон по странам это употребление очень разные вот есть там разные единицы измерения этой энергии мне нравится тонны угольного тонна условного топлива это относится как бы вся потребляемая энергия она приравнивается к теплотворной способности ну как вот сорта угля вот есть на земле так называемый золотой миллиард вот это население западной европы части северной америки без мексики ну еще там некоторые страны которые по каким-то причинам в этом золотом миллиарде оказались там типа япония израиль какие не европейские не американские страны австралия термин кстати золотой миллиард что интересно его ввел в обращении сергей георгиевич карамурза больше в общем вроде бы от них ни у кого не заимствовал сам придумал так вот средний житель золотого миллиарда он потребляет несколько тонн условного топлива в год по этому критерию мы тоже входим в этот золотой миллиард мы много потребляем причем даже наверное чуть ли не больше чем американцы куда-то канадцы правда еще больше а вот в других странах там порядок цифр совсем другой на порядок меньше то есть там где-то я не помню там в индии там наверно полтонны вот то есть в общем где-то вот раз в 10 меньше в некоторых африканских странах но там вообще там только вот по некоторым расчетам можно сказать то есть это не какое-то местное топливо используют для приготовления пищи но им собственно больше как бы как бы и не надо хотя с другой стороны с ростом уровня жизни потребление энергии растет и вот это невозможно изменить уровень жизни жестко завязан на потребление энергии вот нет такого чтобы уровень жизни вырос а потребление энергии при этом снизилась ну пока так пока так да вот есть вот те высоколобые теоретики они в общем то считают что это надо как-то изменить но в некоторых масштабах все-таки иногда бывает вот например в 70-е годы был такой нефтяной кризис когда возникли там какие-то противоречия в основном у советского союза с западом вот и под это дело некоторые производители нефти национализировали запасы нефти хотя сами эти производители нефти тип саудовской аравии формально к советскому союзу как бы относились плохо но тем не менее как бы понятно что пользовались его крышей так это выражаясь современным жаргоном и это привело к тому что американцам пришлось сильно сократить свои траты из-за того что нефть вдруг прыгнула в цене и вот эти вот огромные американские автомобили такие размером там с теннисную площадку и с соответствующими двигателями они превратились вот современные машины которые но по крайней мере в два раза меньше стали тратить бензина на тот же километраж вот но это вот как бы сказать такой вот был значит кризис вот мы сейчас и находимся в неопределенной ситуации когда борьба за климат вроде бы не ослабевает в то же время в практическом плане но я не вижу больших изменений в плане именно вот как раз потребление энергии то есть все как-то вырождается в ну в какой-то абсурдное так сказать поведение когда например говорят что вот не надо потреблять мясо потому что коровы извините пукают это вот я серьезно так сказать это вот говорю это такие доводы приводит выделяют метан а метан это парниковый газ и значится и и так далее при этом что вот надо разводить для получения животного белка там личинок каких-то там тараканов и вот значит они значит соответственно какая разница переработали белок или белок вот вы что считаете там сознательное издевательство знаете я боюсь что нет несознательное это просто некое доведение до абсурда вот которые вот если дать волю некоторым тенденциям то знаете как это то как фантасты которые вообще обкатали вот все эти идеи довольно давно например у шекли был рассказ как-то он назывался подвиньтесь подвиньтесь это не шекли это гаррисон и не рога роман гаррисон да совершенно верно ну вот отлично вот единственный по-моему его экранизированный назывался он зеленый сайленд если не ошибаюсь и там речь шла о том что просто чтобы справиться с перенаселением и недостатком продовольствия но просто людей перерабатывали на некий корм а вот это вот из шекли ну отлично да интересно писали между прочим вот вы знаете сам круг идей социальных и технических вообще практически всех которые сейчас реализуются это касается технических в первую очередь вот поразительный парадокс это все было обкатанное опробовано американскими фантастами в сороковые 50-е годы мы в это время воевали они вот книжки писали книжки писали это было вот такое это не только шекли это немножко более позднее там и гаррисон но это хайнлайн наш любимый вот и так сказать и мы и многие еще и вот сейчас мы собственно говоря все это видим собственно говоря почему вы считаете что за этим нет некой воли злой воли я уж специально застрю а что значит злая воля вот известная что например человек опять-таки запада он потребляет 800 килограмм зерна в год а скажем индус потребляет 200 килограмм наш почему вот куда эти 600 килограмм идут они идут на откорм скота причем в основном такого крупнорогатого которого более вкусное и более дорогое мясо ну и в общем отсюда довольно естественный такой вот вывод а как бы сделать так чтобы там например все потребляли по 200 килограмм нет я и спрашиваю а с чего это вдруг у людей у некоторых возникла идея чтобы было всех поровну мне вот это интересно что это за странные вот именно антиутопия потому что ну ну в социализме советском который часто критикуются за уравнивку полного равенства конечно не было и близко ну знаете а вот в тюрьме да баланда одинаковая да это можно кое-какие оговорки сделать наверное знаете слышал такое высказывание что равенство и справедливость от не синонимы а это чуть ли не прямо противоположное понятие товарищ отправь видео в топ так вот именно и вопрос так как раз очевидный почему на западе ведь это западные идеи до который как обычно говорят и это в принципе подтверждается практикой в течение многих-многих лет продвигал идею как раз наоборот такого капитализма в котором есть очень богатые есть бедные есть люди средних доходов и что как раз там-то не должно быть никакой уравнивки и вдруг именно там происходит не просто появление каких-то книг антиутопии антиутопии кстати уравнительные у них как раз там и были тоже появлялись но политика почему оттуда пошла неожиданно денис но марксизм и прудонизм это тоже все западные в общем то да но не марксизм не прудонизм тогда и потом долгое время на западе не восторжествовали а теперь вот вроде бы как восторжествовала но повлияли но повлияли знаете еще пока нет я бы не сказал вот на уровне пропаганда идей я сейчас поясню немножечко такую на ситуацию был такой комичный эпизод приезжал москву такой линдон ле руш своеобразный такой товарищ узнаете его да вот он ну я бы сказал что там несколько как бы сказать было сходство с трампом но только как бы он раньше родился существенно но он намного раньше да с очень своеобразными идеями вот но немножко вот тогда опередил время и человек который отлично вообще понимал гораздо лучше чем мы естественно знал ты и политическую систему западную вот он там не помню он там сколько-то в тюрьме посидел наверно за утеку за искать какие-то налоговые махинации а может так за политику был тоже значит кандидатом в президенты сам от себя и вот он у нас выступал на семинаре в фиане физическом институте академии наук был такой семинар ввел его панарин покойный вот очень интересные интересные люди там выступали и вот он частности там как раз выступил но можно и в общем он у нас издавался желающие могут посмотреть его но вот я там тем ними но тем не менее это был человек запада и он как раз вот и говорил о том что ну вот значит как раз он сторонник этой теории что конечности ресурсов что ресурсы исчерпываются насит игоит а вот мы сейчас наблюдаем вот этот взрывной рост численности населения вот его надо ограничивать вот третий мир вот он очень вот в этом плане таскать растет понимаешь ли и вот надо что-то придумать чтобы вот этот но тут я попросил слова и спросил найти бы вот тут такое дело что третий мир то там растет но он потребляет он очень мало то есть там например на тот момент например потребление собственного от в россии например алюминия было в десятки раз меньше чем германия ну потому что германия все производит у нас как-то больше продавали туда вот игру так вот если мы скажем вот этот золотой миллиард запада если мы его так раз в два сократим то мы гораздо больше ресурсов на экономим чем если мы сократим даже весь третий мир вот он так немножко не ожидал но человек как бы сказать с юмором сказал что ну в общем надо делать не только сокращение а в том чтобы все как бы делом занимались они 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 просто так как существовали употребляли ресурсы но это не ответ конечно был но вот тем не менее вот вот тут вот как раз есть такой момент что конечно все вот эти вот идеи о сокращении потребления ресурсов в основном они в той форме в какой они сейчас подаются там предлагается не сокращение нынешнего уровня потребления особенно западом недопущение промышленного роста всех кто как бы не входит вот в этот самый золотой миллиард это собственно основная составляющая и надо сказать что это не очень получается в том плане что вот эти идеи они все таки не находят такого понимания у тех кого собственно хотят остановить то есть ни индия ни китай не берут все таки на себя обязательства по сокращению а сша вот и что очень забавно сша при том что источник вот этой идеологии если так посмотреть он больше все таки американский чем европейский но это совершенно нормальное поведение для вот этих вот наших уважаемых партнеров которые имеют некоторые теории как бы для внутреннего потребления и для на контакт сионизмом с некоторыми демократическими институтами то есть скажем вот то очень интересно когда монархия значит она как бы сказать идеи демократии распространяет по всему миру понимать вот причем так неплохо вкладывается в это дело но вот тем не менее вот есть такой процесс вот поэтому ну что сказать вот когда смотришь на те шаги которые предпринимаются то иногда даже как-то вообще уже забываешь что все это как бы считается что это вызвано вот этими самыми там историями с глобальным потеплением там уже ну четко видишь вот такую деятельность направленную на внешнее управление всем миром и по так сказать с тем чтобы получить ну какие-то вот определенные результаты пока получается все таки на мой взгляд не очень потому что вот эти все там какие-то там макароны с добавкой муки сушеных сверчков это все как-то очень как бы слабо выглядит вот есть некоторые идеи может быть такие здоровые вот но во всей этой деятельности ну в частности то что вот неплохо бы там зеленую как-то биомассу наращивать леса восстанавливать там и тому подобные вещи что кстати тоже было вот сейчас я уже даже боюсь значит кого там из фантастов наших вспомнить по моему это было у в стальных пещерах у ази козимова там вот источник как раз просто вы сказали наших есть естественно западную фантастику от сторонил стороны как раз ази козимов писал про маленькие планеты смысле что мало населением и они живут в роскоши живут очень хорошо экология замечательная но в стальных пещерах там речь шла о том что для контраста земля показана но которая на кстати вот за счет лесов там севера откуда собственно все собственно говоря и поступало все что было необходимо для житья в этих вот стальных пещерах так сказать в крошечных коморках землями под землями ну там быть и вот остальные пещеры я не помню это над землей под землей ну в общем там по моему на поверхности земли там уже жить было нельзя в то время ну или что-то наподобие вот да это вот есть такая темно при этом когда летишь на самолете над нашей страной понимаешь насколько все-таки человек мало освоил даже вот нашу планету даже вот те самые миллиарды населения какие есть еще все-таки наша планета а правда то что легкие планеты это не леса а планктон а никто не знает вот и рис это вот очень интересная тема но когда пытаешься получить однозначный ответ никто точно сказать не может насколько я знаю может быть я не прав ведь леса и выделяют не только кислород но и углекислый газ ну там он как-то все-таки если баланс брать то больше кислород но в том что касается водоросли водоросли ночью это те же самые зеленые организмы как и и те же растения они точно также значит у них тот же самый фотосинтез вот но сколько их и сколько они дают кислорода наверное конечно неправильно сказал не планктон а именно водоросли это растительный планктон он просто есть фитопланктон и зоопланктон зо это вот те которые эти водоросли это применимо тоже сказать планктон да да конечно значит не перепутал да и но собственно мы это сами наблюдаем вот у нас живут зима считай 7 месяцев когда фотосинтез не работает собственно говоря даже вот елки они вечно зеленые но они когда холодно там ниже плюс пяти примерно они не живут и соответственно кислорода не уделять тем не менее мы же здесь не задыхаемся все это время то есть в общем то в основном нам значит кислород как бы сказать в атмосфере откуда-то поступает из тропических лесов африки и азии или из океана тут вот как раз вопрос очень непростой вот снижается говорят что зимой некоторое количество кислорода у нас но насколько все таки то есть вот вы знаете вот это вот удивительная вещь есть например неясности в том например что является основным источником углекислоты некоторые считают что это вот как раз ну жизнедеятельность то есть животные все а это в основном если по биомассе то вот мы с вами это вообще какая-то очень незначительная часть как считается что по биомассе больше всего из таких более менее заметных животных это муравьи какое-то там их невероятное количество но на самом деле всякие там почвенные организмы их тоже там огромное количество они все тоже дышат выделяют углекислоту вот но говорят что одно извержение какого-нибудь среднего вулкана дает больше углекислоты чем вообще вся биомасса земли ну как как знать как посчитать поэтому сейчас еще рано во всяком случае говорить что мы уже знаем в точности как идут все процессы чем они объясняются чем обуславливаются и говорить о том что мы можем как-то вот повлиять тем что мы вот этот самый суп из сверчков там будем есть и благодаря этому земля там у нас спасется например но это в общем то очень близко очень любят постить такой мем как первые попытки людей влиять на климат значит картинка это жертвоприношение ацтеков которые значит у пленников на вершине пирамид вырывали сердце и в жертву значит богу погоды тоже общем они считали что это работает и в общем то наверное были люди которые в этом сомневались но наверное не оказывались на вершине пирамид они наверное держали свои сомнения при себе но смех смехом скажем вот если брать современное научное сообщество которое в значительной степени зависит от грантов ну там тоже в общем так некая дисциплина как бы сказать мысли и публичных высказываний она имеется там есть некоторые вещи которые действующие ученые никогда не скажет может быть и скажет но только когда уже уйдет в отставку вот поэтому вот сейчас пока да вот сейчас считается что мы будем влиять на климат вот таким способом там что-то ограничивая ну там много чего некоторые вещи знаете сейчас читаешь ну вот есть сатирические интернет ресурсы там панорама особенно а вот читаешь новости и не понимаешь это настоящие новости или вот эти вот самые панорамы вот реально отличить невозможно абсолютно какая-то вот такое странное состояние наше общество ну каждое время но чем-то отличается от других ваш прогноз на будущее это идеологии или концепции она исчезнет как уже исчезали многие подобные вещи и переходили в разряд страшилок зная линия достанется вот это очень тема то очень интересно вот знать что будет действительно наверно вот вы говорите о том что тема постепенно сойдет на нет нет я не говорю я спрашиваю вот этот вариант наверно все идет близко к этому почему потому что очень холодно за окном и против реальности трудно идти вы знаете у нас один наш весьма известный климатолог вот и уважаемые и он знаете вот ну вот бывают такие совпадения но вот именно этой осенью он как-то так задумчиво высказался что ведь наверное мы больше не увидим вот такой зимы чтобы с сугробами с морозами вот причем ведь он ждал ну как бы десятки лет эти действительно вот но прошлые 20 там 30 лет выросли поколения которые вот такой зимы не видели ну опять же смотря в каком регионе ну что значит не видели но это тоже странно что люди из москвы не ездят другие регионы чуть-чуть посеять севернее поедешь и уже всего его там и сугробы и все что надо ну в общем то да но тем не менее то что были очень теплые я просто да они были теплее чем я запомнил например в начале 60-х годов были зимы вот такие как как сейчас то я помню время как нас насколько я помню в школу разрешили не пойти потому что было минус 20 что то я же не помню честно говоря какие были тогда нормы температур и помню по крайней мере точно свои ощущения это вот детские а это 80-е года когда смотришь на этот термометр ну еще чуть-чуть еще чуть-чуть уже школа ходить не надо то есть если пусть даже и приходилось ходить но видимо чуть-чуть не хватало зима были холодные я читал каких-то вот американцев недавно совсем но они там между собой он и он откуда ты из каких-то южных штатов но относительно южных там они все южные по нашим понятиям а я горит помню когда в школу не надо было идти потому что снег выпал снег глубиной пять дюймов причем это он вспоминает а ему так ну за 70 уже существенно и вот сейчас выпало 7 дюймов вот и нам тут еще типа впаривают про глобальное потепление ну что сказать вот так вот это конечно это у нас такие воспоминаниям не на них наверно достроить выводы есть климатические базы данных что они говорят вот они нам говорят например что был например такой минимум маундера значит когда европу накрыл так называемый малый ледниковый период 16 это период он по такому странному совпадению примерно совпал со временем царствования людовика 14 вот и действительно было холодно до начала 19 века в общем то так по большому счету вот если кто-нибудь вот уважаемые значит зрители окажутся в лондоне там можно прогуляться вдоль темзы там есть ну такие стенды там сам это его там описываются что вот раньше в старину зимой на льду темзы устраивали ярмарки а по-моему картина есть такая да есть такая картина последняя такая ярмарка значит она проходил в 1814 году но с тех пор в общем-то она не замерзала и потом мы все вот в детстве там читали какие-то там детские книжки там серебряные коньки там вот это вот значит по каналам голландским там эти катались самое тоже все это относится к тому времени были такие похолода немножко раньше в средние века кстати такое вот детское у меня воспоминания в парке горького это было значит где-то конец 50-х начало 60-х годов и там катался один значит старик по понятиям высокий худой а что значит тогда но это значит что он родился где-то во второй половине 19 века и у нее были именно коньки ведь слово конек что она означает это маленький конь вот у него были значит черные вот эти вот коньки у которых спереди была как бы голова коня вот и вот он на таких как раз там рассекалась а вот в то же время но и так если опять таки подобрать проблема в том что метеорология как таковая это наука не очень значит старая поскольку и собственно шкалы температурные разработаны но исторически в общем-то совсем недавно вот астрономия немножко раньше вот оказалось что вот этот самый климатический минимум маундера он значит четко определялся по солнечной активности и в общем-то именно солнечная активность вот эти циклы как раз солнца скорее всего и влияют на погоду на земле вот все это время на солнце было мало пятен пятна а это как бы индикатор именно от солнечной активности значит что касается реальной так сказать угрозы климатических изменений то все что мы сейчас знаем говорит о том что для нас опасен новый ледниковый период вот если он начнется а по существующим сведениям процесс перехода к ледниковому периоду из вот нынешнего теплого периода может произойти достаточно быстро речь идет буквально о каких-то считанных годах вот что тогда будет непонятно земной цивилизации потому что когда где-то вот где мы сейчас находимся это вдруг неожиданно станет зоной примерно тундры будут некоторые проблемы у сельского хозяйства и у наших муниципальных служб там и так далее поэтому человечеству скорее вот об этом надо думать они о мифическом вот этом глобальном потепление а вот тем более это касается нашей страны которая вообще-то самая холодная страна мира так на самом-то деле но еще где-то с нами монголия немножко так соревнуется вот за счет континентальности климата а так в общем то вот вот такие вот мы то есть мы холоднее чем канада обитаемая часть по крайней мере нашей обитаемой части и уж во всяком случае мы холоднее норвегии с которой часто сравнивают учетом норвегии у них там море не замерзает конечно это не очень комфортно но тем не менее вот гольф стрим то он же у них бесплатный а если там посмотреть сколько он приносит тепла я могу сказать что это гораздо больше тепла чем вообще все наши теплостанции там не только наши но и европейские вместе взятые ну на этом мы тогда беседу завершаем на этой оптимистической ноге да да наверное но конечно хотелось бы сказать что-то хорошее например вот я бы не вот не отказался бы если бы вот у нас был климат ну хотя бы вот типа германии понимаете чтобы вот у нас там какие-то в палисадничках там бамбуки росли там какие-то буки чтобы там а там прям бамбук растет ну такую дядя кое-где растет так за ним конечно надо смотреть в южной германии где-то западной германии сажают так смотришь и пальмы есть вот их там которые такие достаточно устойчивые но самое главное виноград растет пальмы то бог с ними вот а вот то что виноградники и вообще там все что угодно вот больше всего но что делать вот у нас клюква и смородина вместо этого вот поэтому крайне маловероятно что даже в случае каких-то изменений средних температур все-таки мы переместимся в какую-то другую более теплую зону крайне маловероятно андрей петрович время вышло спасибо уважаемые зрители за внимание студии был андрей петрович паршев известный писатель и публицист товарищ подпишись на канал день в сети ru-tube